Здравствуйте! Новости на государственном телеканале Западной Армении. Главные темы дня. Вышел свет в 42-й номер еженедельника Вестерн Армения. Посол США в Восточной Армении встретилась с насильственно перемещенными детьми из Арцаха. Арцахцы заверяют нереально получить нормальное жилье на выделенное государством 3 миллиона траммов. Мы применяем термин «этническая чистка». Окампо настоял использовать исключительно слово «геноцид Армине Мартирусян». В Армении обнаружили остатки 1500-летних построек. Красота озера Ванн и волшебная красота миграции фламинго. Футбольный клуб Ванна снял курский видеоролик во дворе армянской церкви. Вышел 42-й номер еженедельника Вестерн Армения. На обложке нового номера сын Западной Армении Ашил Горки. В новом выпуске представлены различные важные темы, связанные с армянской историей и культурным наследием. Вашему вниманию представляем выставка, посвященная армянскому наследию. Подробности шестого летнего университета Национального совета Западной Армении. Статья Ашота Рутюняна о Северском пакте, где обсуждается важность исторического документа и перспективы его реализации. Взгляды Магера Рутюняна о Северском пакте. В Индии затронуты угрозы армянскому историко-культурному наследию Арцаха. Опубликована партитура и клавир комитаса. Армянскую, английскую и французскую версию еженедельника можно скачать по указанной ссылке. В региональной библиотеке Сюника за лето было проведено 27 мероприятий. Количество посещений 17 364. Число новых зарегистрированных читателей 1201. Реализована программа «Летняя школа», включавшая курсы английского языка, просмотры фильмов, часы чтения, викторины и игры. Американский уголок посетила посол США Кристина Куин. Посол встретилась с насильственно перемещенными гражданами из Арцаха. Был подписан меморандум о взаимопонимании. В библиотеке были организованы литературно-музыкальные мероприятия, театральные постановки, обсуждение и чтение книг. Первым июньским мероприятием стартовала летняя программа детского отделения. Просмотр мультфильмов, час сказок, игровые конкурсы и читальный зал на природе. Библиотека сотрудничала общественными организациями и литературными группами, проводя встречи с представителями различных сфер. Летом в гостях были дети из Молодежного союза «Парамаз» и программа «Летняя веселая школа». В рамках программы «Семейный библиотекарь» посетили центры по уходу за пожилыми людьми, раздав книги читателям. Государственная программа по обеспечению жилья граждан Арцаха действует около трех месяцев. На данный момент ни одна семья жилье не получила. Лишь 30 семей получили сертификаты, однако ни покупка, ни строительство жилья не начались. В Министерстве труда и социальных вопросов сообщили, поступило около 600 заявлений от семей, однако статистики по месту проживания пока нет. Выдаются сертификаты и на их основе начинается действие по приобретению квартиры. В последние месяцы увеличилось количество заявлений арцахцев на получение гражданства в Восточной Армении. Условия программы по обеспечению жильем 3 миллионов драмов на каждого человека для многих являются нереалистичными и возникают трудности с приобретением жилья. Несколько дней назад представители гражданского общества проверили онлайн-беседу с прокурором Международного уголовного суда Луисом Морено О'Кампо, который отметил важность Конвенции ООН о геноциде и обязательствах международного сообщества отреагировать на риск геноцида в Арцахе. О'Кампо посоветовал арцахцам быть более активными и не ждать, пока кто-то будет действовать вместо них. Отметив, мир изменился и необходимо постоянно поднимать вопрос Арцаха на международных форумах. О'Кампо также акцентировал внимание, что следует использовать слово геноцид, поскольку этот термин может побудить международное сообщество привлечь Баку к ответственности, предложив, чтобы арцахцы при необходимости обращались в международные инстанции. Вопрос о пленных был обсужден как общая проблема арцахцев. О'Кампо предложил включить вопрос о пленных, международные обсуждения, а также активно работать над вопросом возвращения в Арцах. Возвращение Арцаха должно быть ключевой темой, но этот вопрос должен быть подробно обсужден в ходе новых встреч. Встреча длилась около двух часов, планируется новая встреча, где будут проведены более глубокие обсуждения. В результате раскопок в Адайамане были обнаружены остатки строений возрастом 1500 лет. Исследования показали, что строения относились к монастырю 15 века. В ходе раскопок найдены объекты, включая молитвенные места, части храма и другие археологические артефакты. Находки имеют важное значение для изучения истории и культуры, что позволяет проанализировать историческое развитие региона. Возможно, монастырь был армянским и предположительно уничтожен в годы совершенного против армян геноцида. После резни 1915 года армяне вновь обосновались в Адайамане. В 1971 году в Адайамане проживало 52 армянские семьи. В Адайамане родился герой французского сопротивления Мисак Манушан. Самые красивые и исторически значимые здания, обнаруженные в этом регионе, подчеркивают важность армянского культурного наследия и историческое присутствие армян в Западной Армении. Озеро Ван, расположенное в Западной Армении, является важной остановкой для фламинго осенью по пути из Ирана в Африку и в обратном направлении весной. В теплую погоду красивые птицы собираются на озере Ван, привлекая внимание посетителей своим большим телом, изящной шеей и длинными ногами. Фламинго пользуется пищевыми ресурсами озера Ван, оставаясь там до конца ноября. Дарья перебирается в более теплые районы. Флодографии сделаны в районе Арчес в округе Ахлад-Битлиса. В это время года в Арчес приезжают фотографы, чтобы запечатлеть временных обитателей озера Ван и их танцы. В турецких СМИ широко распространился видеоролик сезонной новой формы футбольного клуба Ван Спор, по причине, что в ролике звучит песня на курском языке, а не на турецком. Отметим, видеоролик был снят на территории армянской церкви Сурбхач на острове Ахтамар, озеро Ван, ныне находящемся в Турции. Также известно, что подобный видеоролик снял футбольный клуб Амед Спорт. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok